Всем привет, друзья! Вы на канале Budget Filmmaker. Ну вот и наступило долгожданное для всех нас лето, даже у нас в средней полосе. И как вы уже поняли, сегодня я бы хотел поговорить вот о такой, кем-то уже давно забытой, наверное, камере, но тем не менее она оставила большой след видеографии в свадебной видеографии. Да и вообще в любом виде каких-то ивент-съемок, будь то различные детские сады и прочее. Это была действительно видеокамера. Даже не отдельная камера, а целая серия. ВИДЖИ, то есть были камеры ВИДЖИ 10, 20. И вот сейчас у меня в руках СОНИ ВИДЖИ 30Е. Вышла она уже достаточно давно, в далеком 2014 году. И сегодня я бы хотел немножечко о ней поговорить, кому-то, наверное, просто рассказать и сравнить ее в какой-то степени, может ли она и по сей день на 2019 год составить конкуренцию тем камерам, из которых она так или иначе получилась. То есть, по сути, это NEX серия, заключенная вот в такой вот корпус достаточно компактной видеокамеры со сменной оптикой, что, опять-таки, достаточно интересно именно для нас с вами. И сравним мы ее с 6000-й серией. А в частности, с СОНИ АЛЬФА 6000, которая в данный момент и снимает меня. Сегодня весь выпуск будет в Full HD, именно потому, что обе этих камеры могут записывать исключительно в Full HD. Ну и начнем, наверное, с чуть более детального рассмотрения данной малышки. Поехали! Если рассмотреть ее поближе, вы можете заметить, что это действительно видеокамера, и она совсем не похожа на то, чем мы с вами в данный момент привыкли снимать видео, то есть фотоаппаратами. Здесь мы видим с вами достаточно привычный для любых хэндикамов хват, то есть вот с такой вот замечательной ручкой. И, конечно же, она рассчитана на то, чтобы вы в коей-то мере могли снимать ей с рук. Но при этом, в данном случае, мы с вами имеем возможность ставить сменную оптику Bayonet E и самый обычный APS-C сенсор на 16 мегапикселей. Опять-таки, не 24, как во всех камерах APS-C на данный момент, то есть если брать ту же 6000 серию в целом, то есть на всех них стоит матрица 24 мегапикселя. Здесь же всего 16. Также стоит заметить, что мы имеем вот такой откидной экран, достаточно большой, достаточно яркий. Вот мы с вами сразу попробуем включить, да? Что хочется сказать? Мы с вами можем заметить достаточно интересные и необычные, как я уже сказал для себя, органы управления. То есть это очень сильно отличается от того, на что мы с вами привыкли снимать. Также мы с вами видим электронный видоискратер, который можно отгибать, да, чтобы снимать с какой-то верхней точки и при этом все равно визироваться по нему. Также здесь установлен достаточно интересный 5.1 микрофон, все направленный, который можно переводить либо вот в шестиканальный, соответственно, звук, либо же писать только два канала. И стоит сразу же упомянуть, что звук она пишет довольно-таки качественный, и в дальнейшем мы с вами как раз и увидим, как она это делает. Также на корпусе камеры имеется достаточно большое количество разъемов, то есть вот здесь у нас заглушки HDMI и microUSB. Также есть вход под наушники, что немаловажно. Мало на каких камерах сейчас есть вход под наушники. Вход для зарядки аккумулятора, DC-in, то есть вход для блока питания. Также помимо данного микрофона здесь имеется и горячий башмак, плюс крепление для доп. оборудования, такое же, как горячий башмак, и разъем под внешний микрофон. То есть вы можете поставить и какой-то свой. Такая опция также присутствовала. Что для меня было наиболее необычным, это тот момент, что здесь на всем корпусе всего одна вот такая вот наиболее привычная нам крутилка. То есть, по сути, все управляется исключительно кнопками. Здесь, да, есть кнопка переключения фокусировки, мануальной, ручной, да. И плюс, выбирая вот данными кнопками, то есть мы видим Iris, Shutter Speed, баланс белого, дисплей. Нажимая на какую-то кнопку и затем вращая вот этим вот ползунком, мы как раз с вами и изменяем диафрагму, Shutter Speed и ISO. Да, кстати, отличительная особенность всех видеокамер, здесь нет ISO как такового, здесь оно называется усилением. И из-за этого, конечно, мне несколько сложно говорить именно о ней. Именно потому, что вместо ISO здесь используется усиление и в тестах по лоу-лайту, конечно же, несколько сложно будет ориентироваться именно по данному показателю. Также из отличительных особенностей в положительную сторону здесь мы с вами видим вот такой вот замечательный Sony аккумулятор, который в данном случае у нас идет на 2400 миллиампер. Это не оригинальный аккумулятор. На каждом, кстати, я также заметил, что на каждом из этих аккумов пишется разное количество миллиампер, но, тем не менее, эта камера может записывать, в отличие от наших с вами беззеркалок, по три часа непрерывного видео, и при этом она не перегревается, с ней не происходит абсолютно ничего. И вот на самом деле именно это самое главное и самое важное отличие от современных беззеркалок Sony. Но, тем не менее, присутствуют и негативные моменты. И в данном случае это проявляется лишь тем, что эта камера, как я уже сказал, вышла достаточно давно, и в отличие от той же 6000-ой, которая в современном кодеке X-AVC HD может записывать как 25, так и 50 кадров в секунду Full HD в 50 мегабитах, то данная камера не имеет этого кодека, здесь только обычный AVC HD кодек, который может записывать 25 кадров 24 мегабита и 50 кадров 28 мегабит. То есть, битрейт достаточно низкий, и, как я думаю, все-таки детализация должна в какой-то степени отличаться от более современного кодека, ну и плюс, конечно же, на несколько другой матрицы 24 мегапикселя против 16. Также, что лично для меня было удивительно, в данной камере имеется сенсорный экран, то есть, вы управляете меню при помощи реально сенсорного экрана, он резистивный, то есть, нажатия нужно проводить такие достаточно сильные, и, как вы можете заметить, особенно вот, когда мы выбираем функцию воспроизведения, он работает достаточно медленно, и это, опять-таки, заслуга достаточно старого и слабого уже на данный момент центрального процессора этой камеры, и, конечно же, мы не можем от нее ждать каких-то чудес, и именно поэтому в достаточно прожорливых современных кодеках она у нас записывать не может. Также, вы можете заметить именно сам форм-фактор, и сразу же можно забыть о всех наших электронных одноруких стабилизаторах, то есть, таких как Zhiyun Crane, там, Plus и прочие. Она не сможет работать на данных стабилизаторах лишь в силу своих размеров, то есть, она достаточно длинная, высокая, плюс здесь еще будет установлен объектив, вы просто не сможете в силу вот этих вот коротких плеч Steadicam не сможете ее на нем развесовать. Ее можно развесовать, но на более дорогих, более крупных устройствах, а вот те самые бюджетные, которые мы используем для наших с вами беззеркалок, к сожалению, они уже эту камеру не потянут. Также, немаловажный фактор лично для меня был в плане съемки, даже если изображение будет чуть более какое-то нерезкое, мыльное, в этом абсолютно нет ничего страшного, но в данной камере совершенно нет никаких пикчер-профилей, то есть, если мы листаем, опять же, бог с ними с пикчер-профилями, мы просто с вами не можем, например, убрать контрастность, яркость и резкость прямо в камере, как мы это делаем в той же 6000-ой, тут тоже нет пикчер-профилей, но, тем не менее, наш стандартный профиль мы можем немножко такая установка, как Cinema Tone, я, наверное, даже попробую в нем поснимать, и якобы оно делает цвета какие-то более приглушенные и с возможностью последующей какой-то цветокоррекции, так это или нет, мы, конечно же, с вами проверим, и сразу скажу, что все наши тесты мы будем проводить исключительно, если мы берем 6000-ую, то все пикчер-профили отключены, все абсолютно по дефолту, у нас работает автофокус, объектив у нас Sigma 16 мм, с диафрагмой 1.4, снимаем мы именно на этой диафрагме, фокус автоматический, и стоит приоритет диафрагмы, то есть, чтобы меня особо не заморачиваться, сейчас достаточно светло, и то есть, там шаттер спит у нас примерно 1000, не суть, раз уж я заговорил про автофокус, 6000-ый, он у нас, конечно же, гораздо более продвинутый, там имеются и фазовые датчики, и контрастные датчики, в этой камере автофокус исключительно контрастный, и в ней буквально 40, по-моему, точек автофокусировки, но тем не менее, если мы говорим с вами про контрастный автофокус, то, наверное, это лучший контрастный автофокус, который я видел, он реально очень медленно, плавно, по-киношному, но переходит с объекта на объект, есть также отслеживание лиц, которое мы с вами тоже, естественно, проверим, и вот сейчас, в принципе, вы уже можете в какой-то мере отследить картинку, как себя ведет 6000-ая при всех этих условиях, и точно в таких же условиях, как я уже сказал, то есть будет ISO 100, диафрагма 1.4, поставлю автоматическое управление скоростью затвора, опять-таки, посмотрим, как оно отрабатывает в данной камере, тоже по поводу скорости затвора замечу, что здесь максимальная скорость 1.6, а в альфа 6000 максимальная скорость затвора 1.4, что тоже, скажем так, влияет на нашу съемку, так как, когда очень светло и у нас нет ND-фильтров, то мы с вами просто не сможем, например, если бы сейчас было яркое солнце, а не закат, и солнце вообще за тучами, то я бы не смог поставить диафрагму 1.4, у меня просто все бы было в дичайшем пересвете, и даже 1.4 мне бы не помогла, в этой камере 1.6, это все-таки чуть-чуть, но побольше, и в какой-то мере оно все-таки позволит нам затемнить еще больше нашу картинку, и использовать более открытую диафрагму, ну и сейчас, наверное, прежде чем перейти к различным тестам, я просто установлю данный объектив на эту камеру и попробую уже поснимать себя на нее, также, опять-таки, замечу, что в данном случае у нас есть экран, и он поворотный, и я смогу в какой-то мере отслеживать, что же все-таки пишет моя камера, поехали! Итак, сейчас вы уже видите картинку с Sony VG30, и вот я вхожу в кадр, я уже вижу по экранчику, что он увидел мое лицо, ну и посмотрим, что у нас творится с автофокусом. Да, ребята, на диафрагме 1.4 он реально фокусируется, то есть вот сейчас посмотрим, насколько вообще он стабилен, если я буду находиться в кадре и писать, так скажем, говорящую голову, не будет ли этот контрастный автофокус рыскать и прыгать куда-то на другие объекты с моего лица. Опять же, я вижу, что он обвел мое лицо в рамку, и все достаточно четко. Напомню, диафрагма 1.4, ISO 100 и автоматическая регулировка скорости затвора, и опять-таки я вижу, что она в данный момент 1.250. Также стоит заметить, что сейчас вот до камеры буквально сантиметров 70, то есть я могу дотянуться до нее рукой, и стоит режим работы микрофонов, то есть именно сама громкость по дефолту, а режим работы двухканальный, то есть сейчас стереомикрофон, своего рода такая пушка, ветра у нас нет, поэтому я думаю, что звук достаточно четкий, и вот сейчас вы можете услышать, как пишет звук сама эта камера, насколько он качественный, вот с такого расстояния, чтобы в какой-то мере использовать микрофон от нее как пушку. Также стоит заметить, что если вы используете данную камеру, как и мой хороший друг, спасибо ему огромное, у которого я взял данную камеру на тест, он ее снимал как раз, наверное, с 2014 года, и только в прошлом году заменил ее все-таки на Sony Alpha 7S серии. Но она так или иначе осталась камерой второго плана, которую можно поставить на общак, и абсолютно не переживать за нее, она может вам отписать три часа и даже более, при этом флешку вы можете в нее ставить абсолютно любую, так как запись 24-мегабитного видео абсолютно нетребовательна, и вы просто сможете записать огромное количество материала, пока у вас не кончится либо флешка, либо аккумулятор, а затем, например, поставить другой аккумулятор, и вообще не переживать. В принципе, чтобы записать целый банкет, шесть часов, достаточно двух аккумуляторов к этой камере, и на самом деле это не может не радовать. Именно аккумуляторы и возможность длительной записи это самые важные и принципиальные ее отличия от всеми нами любимых беззеркалочек Sony, вот таких компактных. Но опять же, мы жертвуем компактностью, и мы жертвуем возможностью установить их на всякие прозорливые однорукие стадикамы. Также я не заметил, что до этого у меня стоял автоматический баланс белого, а в данном случае я поставил баланс белого улица, точно такой же, какой и был у нас установлен на камере Sony Alpha 6000. Ну и по сути, наверное, сейчас мы с вами обсудили все основные отличия двух этих камер, и уже можем перейти непосредственно к тестированию лоб в лоб, так скажем, картинки с этих двух камер. Поехали! Сейчас, друзья, вы видите общий план, для которого я позволил себе прикрыть диафрагму до значения 5,6 для того, чтобы быть максимально объективным и увидеть, наверное, максимальную резкость. Напомню, что объектив у нас Sigma 16 мм, диафрагма 5,6, ISO 100, и Shutter Speed у нас сейчас автоматом встала в значение 150. Ну и вот вы можете видеть, есть ли все-таки разница между старым кодеком AVCHD на камере VG30 и новым кодеком XAVCHD на камере Sony Alpha 6000. В данном случае вы уже можете заметить, как камеры ведут себя при съемке крупного плана на полностью открытой диафрагме 1,4. Скорость затвора у нас 1,8 ISO 100. Все остальные условия съемки те же. Также автоматический баланс белого установлен в обеих камерах. Ну и наверное последний это low light тест. В данном случае вы видите достаточно темную композицию. И здесь я просто поставлю авто-ISO и автоуправление усилением. Мы с вами просто посмотрим каков шум, похож ли он на обеих этих камерах. камерах. Ну вот, друзья, мы с вами очень коротко и вспомнили некогда такую замечательную камеру, замечательную серию, как VG от Sony. И наверное сейчас вот так задумавшись было бы очень интересно увидеть какую-нибудь VG, я не знаю, так как были после этого еще камеры, была даже полнокадровая версия, но она была от Sony Alpha 7 первого поколения с очень шумной неудачной матрицей, то есть это она не была отличной замечательной камерой, которую мы хотели бы видеть. А то, что мы хотели бы с вами увидеть, это подобную камеру, возможно, в еще более крупном корпусе для профессионального применения, чтобы там была матрица от Sony Alpha 7 S серии, то есть это была непосредственно видеокамера с видеоматрицей, очень нешумная, полнокадровая, также со сменной оптикой, с большой батареей, с возможностью записывать сколько угодно долго, то есть пускай они наконец-то сделают корпус нормального размера, пускай в нем будет активное охлаждение, которое позволит камере писать просто не задумываясь и работать именно профессионально, чтобы она могла отработать, я не знаю, полноценную смену и вообще ни в чем себе не отказывать. Опять-таки, длительное время работы от батареи, хорошие кодеки и все-все-все, что у нас на данный момент с вами есть, все, что мы так любим, опять рабочий автофокус. Эх, мечты-мечты. Ну, а мы с вами продолжаем довольствоваться тем, что у нас с вами есть. Ну, еще раз, наверное, поздравляю всех с наконец-то наступившим летом и началом свадебного сезона. Всем вам отличных креативных съемок. Пока!